Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре у нас автомобиль Peugeot 2008, но так как у меня нет оператора, обзор будет в немножко необычном, но модном формате обзора от первого лица. Хочу немножко оговориться, данная машина нам дана была на замену, соответственно опыта владения у нее практически никакого нету, поэтому это скорее первые впечатления. Часто бывает, что первые впечатления, особенно от новой машины, оно в общем-то достаточно ярко отражает то, какой эта машина является. Давайте приступим. Никогда не пробовал так снимать, но попробуем. Что ж, начнем, наверное, с двигателя. Конечно же, это комплектация GT, причем это такой европейский GT, соответственно, это у нас дизель. Вот так вот выглядит сам движок, не очень удобная, на мой взгляд, кочерга, но сюда особо часто заглядывать-то и не надо. Итак, что здесь у нас есть? У нас есть стандартная рядная четверка, небольшого объема, турбодизель, и вот она турбинка. Турбинка достаточно маленькая, даже для такого объема, соответственно, подхватывает она, ну, по моим ощущениям, начинает раздуваться где-то с 1200 оборотов, и полностью на буст выходит где-то в районе 1500 оборотов. Под капотом все для Peugeot достаточно стандартно, единственное, что, конечно, вот такой вот огромный блок здесь, причем такой полупустой. Здесь вообще достаточно большой аккумулятор стоит, благодаря системе старт-стоп. О ней мы поговорим еще немножко попозже, мне эта система не понравилась, забегая наперед, хочу сказать. Но вот сам двигатель такой же точно стоит в 5008, в низшей комплектации 5008. Для 5008 его хватает, что называется, с трудом, ну, как бы едет в сарае и едет, слава богу. А здесь же этого движка хватает, чтобы достаточно серьезные такие гоночные амбиции можно было бы проявить. Но, естественно, понятно, что это все-таки машина не гоночная, несмотря на аббревиатуру GT. А вообще аббревиатура GT здесь, она больше во внешности, в такой броской внешности сказывается. Здесь особо, на самом деле, разговаривать не о чем. Все очень стандартно. Фары у нас линзованные, светят, кстати говоря, бодро. Мне очень понравилось, как они светят. Вот, но это обычные галогеновые фары. И вот он, бачок, который вам нужен больше всего, наверное, бачок стеклом лайки. Остальное здесь, в общем-то, все по-стандартному. Тем более, что машина вот эта вот конкретно достаточно новая. Смотрите, я сейчас хочу посмотреть, сколько здесь масла. Ну, какое-то количество масла здесь есть. А судя по цвету масла, не меняли его достаточно давно. Ну, плевать, на самом деле, машина не моя. Машина автосалона. Вообще погремушка, на самом деле. Ну, внешне эта погремушка смотрится очень-очень добротно. Прямой конкурент конкретно этой модели это Nissan Juke. Вот, и как по мне, так Nissan Juke выглядит достаточно нелепо. Вообще, по Nissan Juke, кстати, тоже в красном цвете у меня есть также обзор на канале. И внешне машинка очень нелепая, но при этом внутри достаточно приятная. А здесь машина, вообще, Peugeot, когда начали выпускать вот эти вот 5008, 3008 и так далее, они изначально делали их типа как минивэн, но попозже немножко они их сделали в типе кроссовер. То есть, здесь немножко такая повышенная подвеска. Ну, сравнительно, конечно, крилец здесь невысокий, где-то около 17 сантиметров. При этом это передний привод и вот такие вот достаточно большие колеса, 17-дюймовые колеса. К ним еще мы отдельно подойдем. И лючок бензобака здесь никак не закрывается. То есть, получается, открыть его может кто угодно. Вот, зато здесь у нас идет ключ. А замка зажигая не очень удобно, на мой взгляд. Мне больше нравится, когда сам лючок закрывается, а там дальше горловину можно открутить кому угодно. При этом, еще раз повторюсь, дизайн у 2008 мне лично очень нравится. То есть, он действительно такой подспортивный, такая достаточно массивная выхлопная труба у него. Все очень красиво стилизовано. Вот, но это больше как внешний такой, внешний такой лоск. Потому что, по сути дела, машина все-таки, ну сколько там, 100, где-то 106 лошадиных сил у нее. Это не так много. Да, эта турбина, она позволяет эту мощность, это турбодизель. И, соответственно, эту мощность позволяет нам раскрыть достаточно с ранних оборотов, где тоже на 2000 оборотов. Она действительно, ну, такое ощущение создается, что валит. Вообще, у водителя этих машин могут создаться ощущения, что она валит. По факту же разгон до сотни не такой-то уж и быстрый. То есть, где-то в районе 9 секунд, что я считаю далеко не выдающимся результатом. Зато экономичные, 6 литров всего жрет в смешанном цикле. Можно даже, в принципе, уложиться и в 5 литров. Теперь, что касается салона. Салон, безусловно, это чисто внешне огромный плюс этого автомобиля. То есть, очень все красиво, очень все по-модному. Когда вот его смотришь со стороны или на картинках, все кажется прям очень здоровским. Такой вот маленький, компактный, гоночный как бы руль. Здесь есть различные, ну, чисто такие приколы. Пежошный, то есть, не все кнопки они удобны. То есть, есть у нас громкость. Есть у нас возможность управления через Bluetooth своим мобильным телефоном. Клаксон. Прикольный такой звук. Вот. Причем без зажигания работает, что... И есть куча кнопок по отключению всего. Также есть здесь, вот если присмотреться, ну, наверное, будет плохо вам видно. Это вот круиз-контроль. Несмотря на то, что это шестиступенчатая механика. Шестиступенчатая механика мне показалась поначалу достаточно длинной. Но по факту она оказалась, в общем-то, достаточно стандартной и пежошной. Я все-таки думаю, что есть такая же механика стоит, как и в 5008. Логоритм переключения абсолютно тот же самый. Это, соответственно, задняя передача. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Кстати, вот, третья, четвертая тут близко ходит. А вот пятая, шестая прям надо далеко отодвигать. Также, видимо, в прикол, как Volkswagen Audi здесь сделали шайбу с различными режимами. Это снег, антизанос, СРС, помощь при подъеме. Кстати, здесь есть очень полезная штука, на мой взгляд. Ну и лично мне дико не нравится, дико раздражает. Это режим старт-стоп двигателя. Да, для больших городов, возможно, эта штука и хороша. Не буду ничего здесь говорить. Но для небольших городов или там, где пробки, это, скажем, такое явление временное, она меня дико раздражает. Подъезжаешь к кольцу, надо бы тронуться, а у тебя двигатель уже сказал то, что сорян, но трогаться я не хочу. Очень мне нравятся панорамные крыши у них. Вот это вот прям вообще огромный-огромный, мне кажется, плюс. Очень много света. Но, опять же, в зависимости от климата и от места географии, в котором вы находитесь, потому что кое-где открытая такая крыша, она будет способствовать дополнительному нагреванию салона. Ну, конкретно здесь, конкретно в Европе, все на самом деле зашибись. Вот так вот выглядит брелок, выкидной ключ. Соответственно, закрыть машину, открыть машину. А вот эта кнопка почему-то не работает. По идее, она должна сигнализировать, где я есть на парковке, но почему-то не судьба. Ладно, давайте сейчас я немножко проверну зажигание. Сразу оживает приборная панель, приятная красная подсветка. Сейчас оживет еще магнитола у нас. Тоже здесь фоновый рисунок выбран под стилистику салона, то есть в таких тоже красных тонах. Здесь есть Bluetooth, как я уже сказал, и сам экранчик приятный. Он действительно мне нравится. Также у Peugeot, в принципе, уже очень давно эта штука. Есть еще 10 лет назад она была. Если у нас нулевая или минусовая температура, есть предупреждение о том, что, ну, может быть, гололед. Так что сильно не гоняй. Что еще здесь мне понравилось? Чисто, как я сказал, внешне все зашибись. Но если мы начинаем докапываться до материалов, то тут с одной стороны все красиво. То есть прорезинный пластик. Очень приятный на ощупь. А здесь абсолютно дубовый пластик. Здесь хотя бы еще шумоизоляция не пожалели. А здесь вообще что попало. При этом здесь такая очень симпатичная вставка. Здесь такой пластик тоже отполированный. Строчки такие типа псевдоспортивные. Боковая поддержка развитая. То есть вроде бы все как бы здорово, но тут вот явно на материалах пожалели. Хотя странно, на мой взгляд, потому что если бы сделали, ну, немножко прорезинный бы, ощущение от машины сразу сильно бы возросло. При этом машина, в общем-то, не дешевая. Здесь она стоит приличных денег. Ну, вообще, мне кажется, что в Европе все почему-то дорого. И вот когда выбираешь, допустим, ее, либо то же самое Nissan Juke, который, может быть, в салоне попроще, где-то даже, все-таки выбор падает на Nissan Juke. Потому что Nissan Juke, он, хотя бы берет более-менее качественной электроникой. Он берет там на платформе BV неубиваемой абсолютно подвеской. То есть это действительно машина, которая проходит очень долго. Что я могу сказать про Peugeot? Ну, 160 тысяч без особых проблем они действительно проходят. То есть это дизель, он действительно 160 тысяч живет. Это проверено. Вот. Что касается более высоких пробегов, ну, там либо у нас просто пробеги сматывают, что кажется, что эти двигатели так не живут. То ли соляра плохая. Но, тем не менее, дизель бы я бы точно, по крайней мере, для России, для Казахстана бы точно не брал. Ну, вот. И слава богу, есть бензиновые двигатели. Есть у нас одна машина, у которой 160 пробег. И, в общем-то, все нормально. Она ездит до сих пор без проблем. Конечно же, в Европе соляра... Она же пахнет, блин, по-другому. Она пахнет керосином. Ей-богу, она чистая. И уветривается, кстати, почему-то достаточно быстро. Вот. 160 пробег у машины, и проблем по двигателю никаких нет. Но разве что турбинка уже не так резво отрабатывает на низах, но при этом достаточно неплохо давит на верхах. У уже бензиновых моделей почему-то очень часто случается обрыв ГРМа. Ремня ГРМ. Где-то 70 тысяч он проходит, а потом может лопнуть. Возможно, это связано с тем, что машины бензиновые, ну, я в основном просто встречал бензиновые на Пежо, им скручивает пробег перед тем, как их продать. Ну, а, соответственно, новый покупатель думает, что у меня там еще 30 тысяч запаса есть. Дальше на ней ездит. А потом ремень рвется, и это влечет за собой достаточно неприятный ремонт. Кстати, ремонт не очень дорогой. Сравнительно, конечно, немцев тех же самых действий. Ну, скажем так, если порвет ремень ГРМ и позагибает на фиксер клапана, ну, полностью исправить эту проблему, включая замену ремня ГРМ, встанет где-то в 500, может быть, в 700 евро, но это имеется в виду в гаражных условиях, в наших широтах. В Европе, естественно, это будет все стоить дико-дико дорого, но в Европе каким-то ТО он, в общем-то, меняется, и там немножко... Ну, вообще, немножко другая ситуация в Европе, поэтому о ней обсуждать мы не будем. Ну что ж, поехали покатаемся тогда. Кое же время еще есть. Итак, вот о чем я говорил. Идея, здесь должна быть подсветка, но почему-то сейчас она не захотела зажигаться. А, наверное, надо фары зажечь. Точно, вот она. Она не красная, я соврал, она такого голубоватого оттенка. Ну да бог, с ними. Фары в режим авто. Печка тоже в режим авто. В общем, все в режиме авто. Дворники. Лучше уж их как-то руками. Причем, если ты их в режим авто поставил, или хоть какая-нибудь маленькая капля, ну, вот особенно вот в этом, где датчик дождя стоит, в диапазоне, дворники начинают как сумасшедшие молотить. А для того, чтобы выключить режим авто, нужно их поначалу включить на минимальный режим. Вот он говорит, что автоматический режим деактивирован. И потом вот так вот выключить. То есть, все. Вот тогда режим авто, он убирается. Так. Не надо так активно. Да, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Чтобы было слышно у меня хоть самого себя. А если я хочу увеличить? А, вот. Все, кондера нету. Печка чуть-чуть работает. Идеально. Идеально. Вот эта вот шайба, когда ты ее крутишь, указывается там, вот это режим снег, это режим скользких покрытий. Какой? Непонятно какой режим. Бог с ним, ладно. ESP отключить. Правильно, нафиг нам нужно. Мы смертники, можно и без ESP покататься. Ну, либо ездить как белому человеку. В общем-то, всего, получается, пять режимов. Сделали мы их шайбой. Еще сразу, первое, что надо сделать, это нафиг выключить этот режим эко. То есть, все, не надо нам, пожалуйста, вот этот режим вас старт-стоп. А это я не знаю, что режим делает. А, это паркинг ассистенс. Паркинг ассистенс здесь есть, но он не паркует машину автоматически, он просто подсказывает, куда вам можно приткнуться в случае необходимости. Так, куда бы нам поехать? В общем-то, какая разница? Педали мне нравятся. Ну, вообще-то, она такая вот. Действительно, они сделали ее, мода улиц пришла в такие серийные машины, они сделали ее с уклоном типа под спорт. Очень легкий руль. Вот вы знаете, кстати, огромный плюс. Мизинец. Очень легкий руль. Буквально можно мизинцем крутить. Причем, я не особо сейчас напрягался. Ну, разве, что неудобно по срочке было водить, а так очень легко. Но стоит немножко разогнаться, и руль сразу начинает тяжелеть. Вот сейчас он уже тяжелее значительно. В каких-то таких вот некрайних значениях нормально. Вот, кстати, а почему валкость такая? Ну-ка, давай-ка. Странно, есть пинетра. А, нет, а есть пинетра работал. Популярное место сегодня. На ходу машина приятная. Я там еще отдельно покажу, что здесь на русском языке написано, какое надо давление бить в шины. Это не двойка. Здесь давление должно быть больше в шинах. Минимум 2,2, а по-хорошему вообще все 2,6. Вот. Сейчас здесь, скорее всего, забита двойка. Но машина действительно мягкая, на удивление мягкая. Возможно, за счет короткой базы. Но ходовка отрабатывает неровности достаточно неплохо. Двигатель, если держать выше полутора тысяч оборотов, то есть на бусте его держать, очень даже отзывчивый. С этим связаны проблемы. То есть ограничение в городе 50 км в час. И здесь есть ассистанс, который говорит, что уже после двух тысяч оборотов неплохо бы переключить передачу. Вот сейчас у меня предлагают третью, да, допустим, включить передачу. Так вот, это делать не стоит, потому что все-таки машина живет от полутора тысяч оборотов и выше. Если я сейчас, допустим, на 40 включу, ну или ладно, давайте на 50 это сделаем. Сейчас куда-нибудь выйдем, мы более-менее прямую равнозначный перекресток. Вот это вот не люблю. Вот видите, вообще как будто детонирует. До полутора тысяч вообще двигатель не живет. А как только выходит с полутора тысяч, сразу он говорит переключи передачу. Не очень удобно. Откровенно говоря. Давайте развернемся. Пропускаешь у меня? Пропускаю, смотри-ка. Мерси. А так, конечно, валит она очень неплохо. Легенькая машинка, маленькая. И этих 100 лошадиных сил, да еще и на дизеле, за глаза, в общем-то, хватает. Но в городе, если ограничение 50, четвертую передачу, нестремленная рекомендация бортового компьютера, включать у меня никакого желания не возникает. Очень отзывчивая. Ну, по крайней мере, вот на таких непредельных режимах машина достаточно отзывчивая. Управление сбитое, руль очень маленький, еще раз повторюсь. Вот при этом здесь вот эти вот кожаные накладочки есть, но при этом вот здесь вот рядом уже кожаных накладочек нет. то есть такой вот дубовый даже на пластик. Ну, как ведет себя машина, по дороге мне очень нравится. Для города самое то. она очень маленькая, все-таки платформу у 2008 и 2008, у 208 и 2008 они по платформе схожи. Мне здесь. Вот сейчас вот как раз и классика, да, вот нету еще полутора тысяч оборотов, и вот веловато, веловато. Идем в гору. Надо где-нибудь запарковаться. Выше полутора тысяч, в ситуациях, конечно, значительно лучше. Еще одним немаловажным моментом является достаточно большой объем багажника. И если 360 литров вам не внушает, то задние спинки, спинки задних кресел опускаются, и таким образом можно перевозить достаточно крупногабаритные грузы. Глядя на эту машину, даже нельзя представить, что такие большие грузы в нее можно запихать. Задний же ряд сидений достаточно удобен для пассажиров, но невысокого роста. На дальняк сзади ездить не так удобно, а для детей само то. Ну и везде, везде кричащие спортивные красные строчки. Все так и кричит то, что я спортивный, я такой прям вообще дерзкий, борзый езжи, как пушка я стреляю, нет, но на самом деле это далеко не так. Машина больше подходит для молодежи, либо для тех, кому, с кого так скажем, есть страсть, но которая зажата в узкие городские рамки, а также законопослушие. В общем, приятная машина. Приятная, пока она новая, потому что стандартная проблема у Peugeot, о котором больше 7-10 лет, Can-шина начинает глючить. В прямом смысле ты хочешь закрыть окно, а вместо этого у тебя там, не знаю, фары включаются. Ну, конечно, не до такого беспредела, но вполне можно, и это не шутка, регулировать громкость с руля магнитолы, и при этом у тебя что-нибудь будет другое абсолютно срабатывать, вплоть до тех же самых стеклоподъемников. И это не шутка, это действительно то, что некоторые владельцы Peugeot, что называется, знают не понаслышке, знают на собственном опыте. Нигде не приткнуться, ты посмотри, да? Ну да, иншлаг, что? Поехали отсюда. Благодаря достаточно высокому клиренсу здесь абсолютно не боишься задеть бордюры бампером, а также на злых полицейских в общем-то не боишься шоркнуть мордой. Бывает такое, потому что там большой полицейский длинноходная подвеска и при этом не очень высокий клиренс, можно шоркануть мордой, здесь нет, здесь этого не боишься, база короткая. Но это передний привод, то есть никаких оффроудных амбиций здесь сразу быть не должно. Повышенный клиренс это просто возможность не так сильно пострадать там на каких-нибудь мелких кочках. вон сюда сразу припрыгнулся и все, нормуль. а вы хотели? Пардон, тогда... сегодня этот открытый здесь секонд-хенд, настоящий европейский секонд-хенд, а не комиссионный магазин, и поэтому прям такой вот аншлаг. вот такой вот в общем-то обзор получился. Видимо, я сейчас вернусь чуть ли не на ту же парковку, с которой я начал. Подожду пока машины разъедутся. Есть такой формат обзоров более-менее устраивает. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Я, конечно, сейчас обзоры пилю достаточно редко. Можно даже сказать непростительно редко. Но мне это все-таки нравится делать. нравится делиться своими впечатлениями о различных новых и не очень машинах, особенно не очень новых машинах, потому что это такой самый интересный пласт, на мой взгляд. Слушай, а фиг припаркуешься где-то, да? Так что пишите комментарии, ставьте лайки, это важно для развития канала. Ну, а на этом, пожалуй, всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok